Всем привет! Привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной отсчет с Крымского моста. Сегодня 4 июня, время 5, извиняюсь, 6 часов 10 минут утра, температура воздуха 13-14 градусов, переменная облачность, ну и полный штиль почти. Да не почти, а полный штиль. Прозрачности и видимость не очень хорошая была, поэтому вот так вот получилось, как море, как молоко, цвет. Ну, вот что есть, что есть. Сегодня хотел вам рассказать немного, привести статистику по Крымскому мосту. Ну вот и закончился месяц май, 16 мая идет движение по автомобильной части моста. Это чуть больше двух недель, а если быть точными, то 16 суток. И вот за эти 16 суток по мосту прошло более 212 700 транспортных средств в обе стороны. Из них 1600 рейсовых и заказных автобусов. И причем, давайте отметим, что в сторону Крыма превысило 111 тысяч транспортных средств поток, а в сторону Тамани почти 102 тысячи автомобилей. Жители населенных пунктов, которые находятся на двух берегах, активно пользуются транспортной артерией. Вот, если отметить, что в майские дни по будням проезжало в среднем 8-9 тысяч автомобилей, то с приближением выходных график где-то увеличивался, ну, по пятницам до 11-12 тысяч, а по субботам фиксировалось 15-16 тысяч, то в воскресные дни поток возрастал до 21-22 тысяч автомобилей и автобусов в обе стороны. И нужно еще отмечить, что увеличение количества автобусов, пересекающих Керченский пролив по новой автодороге. Если в первые дни система автоматизированная фиксировала, где-то примерно до 90 автобусов, пересекали пролив в обе стороны ежесуточно, то на второй неделе движение по Крымскому мосту поток автобусов вырос до 120-130 штук в обе стороны. Ну и движение, конечно, продолжается в штатном режиме. Хочется еще отметить, что основными, как фиксирует центр движения по мосту, основными нарушениями правил дорожного движения являются превышение скоростного режима и остановка. Но в то же время они же отмечают, что начало фиксировать сокращение числа нарушений правил дорожного движения. Так что вот такие вот дела. Для обеспечения безопасного дорожного движения на смене, ну, в базе эксплуатации на Таманском берегу дежурят 7 комплексов комплексных дорожных машин, 4 автомобиля дорожного мастера и 2 эвакуатора легковых автомобилей, 2 эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. Заметим, что за 16 дней уже было эвакуировано 3 автобуса. По берегам пролива на самом мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности. Ну, еще напомню вам, что трасса, это категория 1Б, имеет 4 полосы движения с пропускной способностью, 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешенная скорость 90 км в час. Остановки на мосту запрещены. Так что, вот, немного статистики, дорогие друзья, сами видите, что за 16 дней трафик все увеличивается, а сейчас начался курортный сезон, заметно прибавилось отдыхающих, и число машин становится все больше и больше. Ну, а мы с вами посмотрим, что тут у нас новенького на мосту. Сейчас вот рассматриваем мы арку и подарочное пространство. Здесь устройства палов, работы идут. Здесь уже тоже немного осталось. Напомню, что палы это предназначены для защиты от навала судов. Ну, навал судов это в простонародье столкновение, чтобы форматорные опоры были целые и, как говорится, здоровые. Ну, посмотрим, что у нас тут на самих арках. Движение рано утром было дело, когда я снимал сегодня. Движение не очень так заметно на дороге. Ну, и такие масштабы, конечно, не будет заметно. Ну, автобусы ходят, автобусы досматривают по нормативу. На каждый автобус отведено не более 7 минут. Я наблюдал, так вот, несколько раз укладываются в эти нормативы. Люди выходят, проходят через рамку, сумки досматривают в ручном режиме. Так, открывают, чисто визуально посмотрели, поставили на место, поехали дальше. Ну, нужно относиться с пониманием к этому, друзья. Безопасность превыше всего. Машины, машины легковые выборочно. Ну, если была какая-то информация или по наводке, то да, перетрясут всё. А так, если ездишь, особое внимание уделяют иностранным номерам на машинах, на легковых, сильно тонированных стёклах. И, если видно, что явно машина перегружена или сильно загружена, когда посадка машины низкая, видно сразу, что пустая идёт или забита. Ну, на такие машины больше внимания обращают. На досмотровых площадках люди вежливые, всё доброжелательно, никаких напрягов нет. Так что, друзья, не переживайте, кому бояться нечего, ездит себе и едет. Ну, потратит там 3-5 минут, ничего страшного. Но мы с вами идём потихонечку к Крымскому берегу, смотрим на движки. Основные, как говорится, события все произошли в выходные. Напомню, что была погружена последняя свая, труба свая в 254-ю опору на проектную отметку. И осталось построить ещё порядка 34 опор, железнодорожных опор. По плану, хотят всё это сделать до конца года, построить опоры и закончить с металлоконструкциями. То есть, на движку, монтаж металлоконструкции на опоры, железнодорожной части моста. И планируют где-то по лету уже с Таманского берега рельсошпальную решётку укладывать в отдельных участках уже. На Таманском берегу подходы почти уже готовые, ставят железнодорожные подходы, я имею в виду, дорогие друзья. Ставят уже мачты под электрификацию железной дороги. С крымской стороны работы побольше ещё, конечно, осталось. Полным ходом идёт строительство тоннеля, он длиной чуть менее километра. И эстакады, которые пересекают трассу Таврида и пересекают Однопутку. Там тоже идёт строительство, я собираюсь всё показать вам. Съезжу, поснимаю и обязательно покажу, дорогие друзья. Напомню, что первый этап электрификации железной дороги будет со стороны Краснодарского края до весь мост. До Баггерва. Станция Чистополя есть такая, в 10 километрах в сторону Джанкоя от Баггерва. И там будет пока меняться локомотив, локомотивная тяга. И отвод до Феодосии. Это первым этапом всё будет электрифицировано. Вторым этапом, ну, пока ещё планы, когда до Джанкоя будет электрификация. Там уже ветка идёт на Симферополь, ещё старые. Они уже электрифицированы. Так что, вот такие планы по строительству моста. Это всё появилась электрификация, раньше её в проекте не было. Появилась благодаря тому, что успешно было налажено энергоснабжение полуострова. Мощности всё увеличиваются. И благодаря этому проект немножко поменяли. И будет электрификация. Ну, а мы с вами, друзья, дошли до города Керчи. Посмотрите, виды небольшие. А я на этом заканчиваю свой очередной репортаж. И говорю дежурные свои слова. Кому понравился видеоотчёт, ставим лайки и подписываемся на канал. Кому не понравилось, делаем то же самое. На этом всё, дорогие друзья. До новых встреч в новых видео. Как говорится, не переключайтесь. Дальше будет ещё интереснее. Субтитры подогнал «Симон»